Кенишемский драматический театр отметил 115-летний юбилей. Это единственный театр, который носит имя Островского с первого дня существования и был создан при участии членов семьи драматурга. После ремонта в поэтеатров была оформлена музейная экспозиция, посвященная истории учреждения. Очень немного театров по России отмечают такую дату. Тем более театр, который находится в городе, менее 100 тысяч жителей. И поэтому Ивановская область, вообще все мы, не говоря о кенишемцах, можем гордиться тем, что вот такой театр у нас есть. По случаю торжественного события в театр приехали гости со всей области. Самый главный подарок под стать серьезной дате. На ремонт зрительного зала правительством области выделено 4 миллиона рублей. Власти обещают, что уже в этом году к новому театральному сезону закупят и установят новые кресла. Кроме средств на ремонт, многочисленные гости дарили ценные подарки, награждали ведущих мастеров кенишемской сцены и говорили теплые слова в адрес сотрудников театра. Труппе театра мне бы хотелось пожелать всегда полных залов. Чтобы самый главный вопрос на ступеньках театра был заметный и лишний объект. Ну а нам всем почаще сюда приходить. Впервые в апреле этого года в Кенишемском театре пройдет международный фестиваль русской классической драматургии «Горячее сердце». Фестиваль приурочен к юбилейной дате – 190-летию со дня рождения Островского. Принять участие в фестивале уже планируют более десятка коллективов. Мы, честно говоря, даже не ожидали такого мощного отклика на этот фестиваль, потому что театральных фестивалей много и ничего нового может быть. На самом деле это не так, потому что к нам едут в основном с репертуаром Островского. И уже сегодня заявились и Киргизия, и Литва, и Нижний Новгород, и Украина. И вообще, я думаю, что этот фестиваль откроет еще одну новую страницу в истории театра. Фестиваль «Горячее сердце» откроет новую веху в более чем вековой истории кенишемской сцены. Организаторы надеются, что это событие оставит след культурной жизни не только провинциального Волжского города, но и всей Ивановской области.